Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это вторая часть нашего видео о том, что съела моя кожа за декабрь. Кое-какие средства помогла мне закончить дочка, как я уже говорила в прошлой части. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, оставляю вам ссылочка вот здесь. Продолжаем с вами говорить об уходе за лицом. Кремы для лица и ночные, дневные. Кстати, я люблю те кремы, которые не зелятся на ночные и дневные, которые прекрасно впитываются, могут быть использованы как под макияж, так и на ночь. Сейчас я показываю вам крем от The Body Shop. Я показывала вам его, когда приобретала. Рассказывала обо всех ингредиентах. Состав очень-очень хороший. Кстати, видео о том, что я приобретаю на The Body Shop, я оставлю также вот здесь ссылочку. Крем с гранатом Anti-Age. Я бы не стала вам рекомендовать наносить этот крем густым слоем. Он не очень хорошо впитывается, если густо его наносить. Его нужно совсем чуть-чуть. Я использовала его как на лицо, так и на зону шеи и декольте. Под глаза, естественно, нет, потому что он очень-очень такой прям плотный, маслянистый. Thermal Night Cream. То есть он именно такой вот ночной. Днем его нельзя, под косметику сидеть совершенно не будет. Вы знаете, такой горький, какой-то странный аромат. Вот как будто косточки какие-то раздавили. Вот такой вот сильный аромат. Я понимаю, что там очень много именно натуральных компонентов, ну, которые теоретически должны так пахнуть. Но мне это не очень нравится на ночь, честно говоря. Потом подушка такой же имеет аромат. Поэтому нет, такой крем я больше приобретать не буду. Здесь стандартная доза 50 мл, но он прям такой небюджетный. Он 1300, что ли, с чем-то стоит. На сайте The Body Shop я его приобретала, когда были акции. Хотя он не супер натуральный, все-таки там есть силиконы. И именно благодаря этому он хорошо расходится. Сладенько, если это дает ощущение. То есть здесь не совсем натуральный состав. Здесь есть силиконовая составляющая. Кстати, кто-то писал мне, что приобрел натуральную косметику. В частности, вот V-косметика, да, из Новосибирска, которая вам рекомендовала. И там вот в отличие вот от этого крема, действительно 100% натуральный состав. И там, вы знаете, нет вот этих силиконовых составляющих, которые делают такую вот эмульсию именно, которая ложится ровным таким вот слоем. Ощущение кожи идеальной. Там действительно составы, которые кушать можно. Но они в кремах именно, в густых таких вот составах, они не идеально будут впитываться. Естественно, потому что там нет вот этих самых искусственных проводников. Потому что это все натуральное. Будьте готовы, что в кремах с натуральным составом, ну или таким вот более-менее натуральным, как The Body Shop, впитываемости 100% не будет. Если вы хотите, чтобы кремы хорошо эти впитывались, берите тогда сыворотки и натуральной косметики, и The Body Shop. То есть более что-то такое жидкое, мелкомолекулярное, что быстрее войдет в вашу кожу, если вас раздражает какой-то слой на коже на ночь. Крем, в принципе, был неплохой для кожи именно антивозрастной. Он хорошо питал, увлажнял, но из-за аромата покупать больше не буду. Вторая баночка крема многострадального от Lancome. Название вы видите перед собой сейчас. Я показываю вам все упаковки крупным планом. Ночной крем должен супер увлажнять, питать, разглаживать морщины. Я ничего такого за ним не заметила. Вообще, я считаю, что кремы по цене космических кораблей должны как-то, ну, больше работать. Ребят, ну вот честно говоря, вот эта вторая банка, то есть у меня есть уже сложившееся мнение. Одну такую израсходовала летом и одну вот сейчас. Ну никак. Ну вот легкое увлажнение. Ну мне кажется, что черный жемчуг дает такой же вариант. У него, конечно, чуть более такой приятный люксовый аромат, нежели, например, у черного жемчуга или Невея, например, какой-нибудь, или Гарнье. Но поскольку результат тот же самый, я не могу вам его рекомендовать. Я знаю, что есть любители прям ланкома, они скупают все, и все им подходит, и все нравится. Но это опять так же индивидуально, так индивидуально. Мне иногда подходит такая бюджетная косметика. Так удивляюсь, что такой эффект замечательный, да. А тут, ну, такая дорогая, и совсем никакого эффекта. Поэтому нет, больше я приобретать не буду. Один у меня был подарен, один я покупала сама. Просто вот для точности эксперимента. Где-то онлайн я его заказывала, по-моему, в Ревгоше. Ну, в общем, там был с ним подарки, еще какой-то дорожный набор. Ну, уж я подумала, так и быть, попробую. Но нет, больше не буду приобретать. Фирм замечательный, в отличие от ланком, действительно действующий. Замечательная моя самая любимая фирма, которой я с удовольствием доверяю свое лицо и тело. Это фирма DERMA. Это американский производитель. Очень качественный, нет никаких сложных упаковок дорогих. Пластик, но все очень лаконично. Красивый логотип, правильный. Такой вот сложный такой цветочек, какой-то лотос или что-то в этом роде. Замечательно действует. Это крем с витамином Е. Здесь 12 тысяч. Для тех, кто хочет подсузить поры немножко, уже после того, обратите внимание, когда вы их почистили. Если у вас очень сильные угри, прыщи, пожалуйста, посмотрите видео, в котором я подробно рассказываю о том, как я избавилась от угрей, по крайней мере. Прыщей прям бешеных каких-то у меня никогда не было. Но угри были довольно сильные вот в зоне Т. Поэтому сейчас их нет, как вы видите. Я очень часто показываю себе перед вами совсем без макияжа. Мне не стыдно, потому что кожа в хорошем довольном состоянии. В моем возрасте вполне чистая, хорошая кожа, увлажненная. Здесь 113 грамм. Это очень бюджетная цена за 113 грамм. Средства от Derma Air приобретаю на iHerb, так же, как и Revive Loves. Очень советую вам приглядеться. Для тех, кто не хочет, пока использует кислоты, боится, ну, по разным причинам, у кого чувствительна кожа, попробуйте начать вот с витамина Е, которые также работают как кислоты. Просто он более мягкий, особенно вот в такой небольшой дозировке. Наносила я его так же, как и на зону шеи и декольте, на лицо. Опять же, исключая под глаза, нет, конечно же. Он маслянистый, но хорошо впитывается. И потом сверху еще его закрывала. Через некоторое время, когда он впитался уже немножко, закрывала каким-то другим кремом. Мне нравился. А 113 грамм начала я еще в середине осени. То есть, мне его хватило, ну, с учетом того, что я наношу на зону шеи и декольте, где-то на 2,5-3 месяца. Для меня это очень хорошо, поверьте мне. Если некоторые люди годами пользуются кремами, то нет. У меня уходит очень быстро. Я могу вам его смело рекомендовать. Никакого жжения, никакого неприятного ощущения нет. Есть потом хороший цвет кожи и подсуженные поры. Смело приобретаете, цена бюджетная, результат отличный. Сейчас поговорим о волосах. Вот такой шампунь у меня закончился. Это Кэллистар сухой шампунь. Но, думаю, сухие шампуни, вы уже знаете, что такое. Многие пользуются уже не первый год с удовольствием. Что я могу вам сказать? Ребята, он жутко шумит. Послушайте. Там шарик металлический. Пляски святого вида Тумба-Юмба. Пользоваться им утром совершенно невозможно. Потому что для того, чтобы минимальное количество пудры, кстати, которые там внутри находятся, взбить вот так, нужно производить какой-то дикий шум. Соответственно, утром я им воспользоваться не могу. Когда еще все спят, все подпрыгивают, пугаются. И действия у него, ну, просто минимальные. Но практически он ничего не делает. К тому же здесь всего лишь 150 мл. Он так быстро закончился у меня. Я, может быть, раз 10 им воспользовалась. Все, он закончился. Просто воздух с приятным ароматом, который, кстати, даже не остается на волосах. Поэтому я не могу вам его рекомендовать. Как сухой шампунь он не работает, как освежитель для волос он не работает. Зачем тогда он? Я не понимаю. Средство стоит 1000 рублей. Просто выброшенные деньги. Следующее средство очень неплохое. Сейчас они вышли в различных оттенках. Magic Retouch. То есть то средство, которое закрашивает проборы. Именно для этого я его и приобретала. Да, для видео я закрашиваю пробор, чтобы не было вот такой белой полоски, чтобы она не была видна, не отвлекала. И вот пользуюсь вот таким вот средством. Это удобно, быстро подберите просто под себе под цвет волос. У кого седые волосы, у меня пока, слава богу, нет, но у людей иногда и в 30 лет бывают очень седые волосы. Люди красятся. И когда вот этот вот пробор отрастает, очень сильно видно, некрасиво, очень быстро закрашивает. Такая вот цветная пудрочка, очень похожа на сухой шампунь. Так потом почешьте голову, у вас длинные ногти, конечно, ногти иногда будут пачкаться, поэтому аккуратнее с ним. Но для каких-то мероприятий, если вы не успели покрасить волосы, я бы очень вам советовала пользоваться вот такими простыми вещами, которые совершенно не занимают много места, можно даже взять с собой. Такой вот бальзам, простите, выглядит он уже не очень у нас дома, артезианская вода, поэтому все всегда белое становится. Баночка стояла у нас в душе, это огромная банка маска-сыворотка для волос, интенсивная, organic shop. Я рассказывала вам, сыворотки у них, маски и маски для лица, кремы для тела отличные. Поэтому те, кто мучается, ищет долго и покупает какие-то очень-очень дорогие средства для волос, я бы рекомендовала вам попробовать очень бюджетное средство от Organic Shop. Продаются они онлайн и в корнерах магазинах, очень-очень много, посмотрите их на их сайте. Маска фито-баня, чистая линия. Не могу сказать, что он лучше, чем Organic Shop, скорее немножко хуже. Не дает такой эффект очень скользких волос, что, в общем, моей, например, дочке с пушистыми и длинными вьющимися волосами полезно было бы. А и для многих, у кого волосы непослушные, либо сухие, перекрашенные от этого, сухие кончики, стоят дыбом и не укладываются, не очень красиво выглядят, да, какой-то елочкой. Этим бальзамом вы, конечно, не добьетесь такого хорошего расчесывания и хорошей укладки тяжелых волос. Думаю, что повторять его не буду, потому что есть Organic Shop, и мы постоянно приобретаем все-таки средство более качественное там. Ну, в принципе, неплохое. Ранее мы с удовольствием пользовались этой серией. В наших аптеках сейчас можно приобрести вот такие огромные-огромные куски мыла Wellness Shop. Это масло лаванды и бергамота здесь содержится. Мне очень оно понравилось. Мы использовали как для тела, так и для рук. Огромная такая вот, как летающая тарелка, огромное мыло. Они имеют очень приятный естественный аромат, поэтому присмотритесь, в аптеках вот эта серия сейчас продается. 200 грамм, 100 с чем-то рублей. По-моему, очень бюджетно, очень хорошо. Я думаю, я буду приобретать еще. И крем для рук, который я не могу вам рекомендовать. Продается он везде, вплоть до магазина «Подружка». Это «Кафе Мими». Попадался он мне в двух коробочках красоты, поэтому он у меня есть. Сама я его не покупала. Довольно-таки густой крем. Он хорошо впитывается, но есть такое, знаете, ощущение какой-то пластилиновости потом на руках. Не очень мне это нравится. То ли они бархатные, что ли, какие-то становятся. Вот он совсем не оставляет пленки, но и вложнение питания он тоже особо не дает. Поэтому я приобретать его больше не буду. Ну, использовала так использовала. 50 мл здесь было. Следующий замечательный крем от доктора Хербариум. Это «Белл Космекс». Белорусская косметика. Крем ночной 55+. Вообще он для лица, но я использовала его для рук. Мне показалось, что для лица он имеет какой-то нестандартный, немножко химозный какой-то аромат, который мне не очень нравится. Перед сном не хотелось бы вмазать им подушку, потом вдыхать волосы, ну и так далее. Но для рук идеальный крем. Вы знаете, просто он такой приятную такую пленочку дает на руках, защищает, питает. Вот он действительно 55+. Вот то, что нужно. Стоит он, по-моему, 100 рублей. Или, может быть, даже и меньше. Но он хорошо работает именно для рук, локтей, возможно, тела. Следующее, что я с удовольствием использую, очень люблю, это вот масло виноградной косточки. Использую я его очень часто для массажа, которое было в таком сгущенном виде, прям вот в натуральном. Оно вот прям такое вот, как сливочное масло, чуть-чуть подтопленное. Оно хорошо расходилось на коже, оно не имело никакого неприятного аромата, скажем так. Ну, большинство сказало бы, что вообще никакого аромата нет у этого средства. И для массажа, для устранения шелушений на теле, на локтях, на голени, если вы делаете эпиляцию или шугаринг, гипер, гипер от шелушивания, получается, вы такое делаете, да, немножко подсыхает кожа. Вот для этих целей я такие масла покупаю, и покупаю их именно в аптеках. Здесь 75 миллилитров, в принципе, 200, что ли, рублей оно стоит. Но хватает надолго, потому что оно прям такое натурально жирное. Следующее масло, Жожоба, также приобретала его в аптеке. И я могу сказать, что это масло замечательно. Я спасала им много раз свои кремовые тени. Посмотрите, пожалуйста, мои видео, кто не знает, как спасти кремовые тени, кремовые румяна, если они у вас засыхают. Вот здесь я оставлю вам тоже ссылочку. И если вдруг не хватит места вот здесь, я оставлю вам в описании к видео. Я люблю такие средства. У меня кожа тела довольно сухая, ноги и руки особенно. Поэтому я вот такие вот масла приобретаю очень бюджетно, естественно, в аптеках. И добавляю просто в кремы для тела, кремы для рук, ног. Ну, в общем, везде, где только можно, чтобы каким-то образом обогатить структуру самого простого крема. Стандартный мой крем для тела, абсолютно для всех частей тела, вплоть до зоны шеи и декольта я могу его использовать. Вот его как раз я обогащаю маслами, туда добавляю витамины. А как я это делаю, посмотрите, пожалуйста, мои видео с находками. Тоже оставлю вам вот здесь ссылку на эти видео. Тогда этот крем становится просто волшебным. Это Avon Rich Moisture Family Lotion. То есть это лосьон для всей семьи. У них очень-очень хорошая помпа. Она не ломается, в отличие от многих других. Качественная, хорошая упаковка, несмотря на то, что крем вот такая вот огромная бадья, 750 мл, стоит всего лишь 200 с небольшим рублей. Следующее, что у меня, увы, закончилось. Как я люблю этот крем, ребята, это Lush. Я вообще использую некоторые средства от Lush. Это дорогая, ручная, супернатуральная косметика, которая даже имеет свою психологию, свою философию создания. То есть они правильно торгуют, выплачивают все дивиденды каким-то там африканским племенам, у которых они забирают, соответственно, выкупают эти эксклюзивные ингредиенты. Вот этот крем называется Karma. Это крем для тела. Сюда вылили, ну, два бутылька духов. Вот так. То есть настолько он сильно ароматизированный. Мне нравится аромат вот этих вот восточных масел каких-то. Он настолько невероятный, он сильный, он такой горьковатый, как я люблю. И этот крем я очень часто использовала просто для тела. Буквально вот так вот капельку смешивала с другим кремом, и мне хватило этого крема, я сейчас вам скажу, на год. Вот такой вот штуки мне хватило, может быть, даже больше, может быть, даже на полтора года. То есть вот такой он экономичный. Я обязательно буду приобретать еще, как только у меня закончится еще моя маска для волос, которой сейчас тоже воспользовалась моя дочка. Поэтому я думаю, она очень быстро закончится. Это маска с хноя, очень полезная, с водорослями. Посмотрите, пожалуйста, как я ее использую. Вот здесь наверху. Также я оставлю вам, либо в описании к этому видео. Дезодоранты я также отношу к уходу. Почему показываю вам вот этот дезодорант, это не вея, невидимая защита. Именно вот этот мне не понравился аромат. Какой-то прям совсем мужской, хотя нарисованный здесь платьица. Черненькая беленькая футболочка, а черненькая это платьица. Поэтому я делаю вывод, что все-таки он для женщин, да? Для мужчин там другая серия, не вея. Но вот все-таки как-то подкачал этот аромат. И если вы не мужчина, я вам этот дезодорант не советую. Фирма Нотраджения. И что я могу сказать по поводу дезодоранта для ног? Очень хороший дезодорант. У меня он не сушил, кстати говоря, что немаловажно кожу ног. И стоил он всего лишь 157 рублей. Антиперспирант в аптеке. Так что вот такие вот средства вы можете найти в аптеке. Очень часто на них делают большие скидки. Он не имеет какого-то ярко выраженного аромата. Он так чуть-чуть свеженький, но от потоотделения он действительно спасает. Я принимаю сейчас постоянно биотин. И вот такой вот Skin and Nails and Hair от Salgar. Это витамины, о которых я не раз вам говорила. Уникальный комплекс серозапатентованный, который помогает затвердеванию кератина в ногтях и волосах. Конкретно об этих витаминах я также рассказывала очень подробно. Поскольку у меня муж химик, он мне подробно все объясняет, каким это образом происходит, что лучше принимать, а что не принимать. Поэтому кому интересна тема витаминов, волос и ногтей, пожалуйста, посмотрите мое видео. Витамины я заказываю только на iHerb, потому что я делала сравнение цены. Вы, наверное, видели эти ролики. Кто нет, посмотрите, пожалуйста, насколько выгодно. То есть в 2-3, иногда даже в 4 раза выгоднее приобретать на iHerb. Для тех, кто ни разу не приобретал, пожалуйста, посмотрите гид по сайту, как зарегистрироваться, как сделать первый заказ и где выгоднее смотреть товары. Из декоративной косметики, можно считать так, что закончился у меня карандаш от Dior. Он просто засох жутко. У него вынимается грифель. Непонятно, как так случилось. И, вероятно, он был очень-очень восковый. Видите, прям грифель вынимается. То есть вот много я не израсходовала, но цвет такой, в общем, не ходовой. Он бы подошел под мою помаду Chanel, которая сейчас у меня на губах. Но я каждый день, естественно, не крашусь такой помадой. Поэтому не советую вам приобретать несколько красных карандашей, если, конечно, вы не модели. Каждый день не красите губы красной помадой. Но, с другой стороны, у этого карандаша замечательная совершенно кисточка. Поэтому я просто вот выну сейчас вот этот грифель, чтобы он не пачкался. И буду использовать эту кисточку по назначению для помады. Закончился карандаш от Sali Hansen. Он, карандаш, который предотвращает растекание помады, транспарентный. Он, не путайте с транспарантным, пожалуйста. Он абсолютно прозрачный. Сейчас у меня такой же карандаш более бюджетный, абсолютно идентичный. Я показывала вам его в бюджетных средствах. К люксовым я подбирала такие аналоги. И он абсолютно одинаково работает. Поэтому, естественно, от Sali Hansen более дорогой вариант стоил он 400, по-моему, с чем-то. Я приобретать не буду. Естественно, сразу же клопачок потерялся, куда непонятно. Но, в принципе, он уже закончился, уже не жалко. Так что выбрасываю. Я рада, хотя бы два карандаша у меня уже ушло. Внимание, абсолютно одинаковые упаковки. Понятно мне сейчас, вот глядя на эти упаковки, что заказывались они абсолютно одному и тому же производителю упаковок. Только одна помада стоит менее, по-моему, 15 рублей. А вторая помада стоит по большой скидке 350. Вот эта помада с розой от Stenders. Это прибалтийская косметика, которая производит, кстати, очень неплохие кремы. Шикарное мыло. И сейчас даже приятные очень у них ароматы. Я вам даже в летних своих фаворитах показывала такой аромат. Но вот эти помады у них с различными ароматами. И якобы здесь 90% натурального состава, масел. Но я, честно говоря, пробовала и оплепиховую, и вот такую с розой. Я не увидела большого эффекта. Они очень тугоплавкие. Нужно долго-долго возюкать по губам, чтобы там вообще хоть что-то осталось. Когда они подходят совсем вот так вот прям к концу. Края из-за того, что дешевая упаковка, вот здесь очень-очень острые. Поэтому просто царапает даже губы. Поэтому я вам такое не советую покупать вот за такие деньги. Считаю, что в такой же простой упаковке можно приобрести на iHerb. Просто огромный набор. Рублей, может быть, за 200. Он стоит 100 с небольшим. Штук 10 различных, можете, вкусов. Можете одинаковым ароматом. Из натурального воска с пчелиным медом, с маслами. Вот эти вот самые Sierra Bisse. Вот такие вот помадки. На iHerb выбор их огромен. Крем тональный, многострадальный клоран, с которым я потеряла, честно говоря. Будете смеяться. В сумке, которую я не носила практически два года он у меня пролежал. Здесь, ну, где-то одна треть осталось. Но уже использовать я его не буду, потому что вышел срок годности. Хотя он дорогой, конечно, жаль. Но здесь был SPF 15. Oil free. То есть он был для жирной кожи. В качестве корректора я его использовала. Убирала какие-то точечные покраснения. Носила с собой. Потому что он такой вот плоский. Не знаю, есть ли сейчас вот этот Truly Matte Foundation. Вот эта серия. Она хорошая. Зону Т отлично работала. Я могла даже не наносить никакое вообще средство на лицо. Просто какой-то защитный крем такой, да, на лицо. С SPF, например. И зону Т маскировать вот этим вот тональным средством. Зачарование от L'Etoile, да, то, что я выбрасываю. Это набор вот такой. Когда-то я его покупала, может быть, года два с половиной. Три, наверное, назад. И я не воспользовалась практически ничем. Потому что как-то очень сыпятся тени. Слишком перламутровые. Представляет собой этот кейс. Его еще надо с трудом открыть. Вот такую вот штуковину. Слов у меня нет. Здесь половина занята зеркалом. С этой стороны была точно такая же вот палитра, которая отодвигалась. Здесь были румяна. И были еще тени. Тени все остались у меня только не ходовые. И вторую вот такую с румяными и тенями я отдала своим знакомым. Кто хотел пользоваться, пусть пользоваться лучше, чем я просто выброшу. Не подходят мне по тону вот эти вот пудры совершенно. Я не могу ими пользоваться. Они какие-то прям меловые. Очень крупно у помола их видно на лице. И вот эти блески для губ. Вроде бы цвета очень даже приличные, да. Но они ужасно липкие. Просто губы даже не разлепляются. Это ужасно, конечно. Здесь оставились цвета, которыми я точно никогда не буду пользоваться. И те коричневые, которыми я могла бы пользоваться. Либо здесь есть блестки, когда осыпаются, просто создают грязь. Либо при растушевке они создают грязь. Вот этой палитры огромного количества цветов, которые вы только что видели, я могу использовать, может быть, два или три. И только одну пудру. И все. Поэтому я не могу вам советовать вот такие вот кейсы в Литуаль приобретать. Кому-то они нравятся, кто-то с удовольствием использует. Но мне кажется, качество, конечно, хоть и цена вполне бюджетная. Что-то он стоил рублей 800, вот такой огромный. Но, насколько я понимаю, он совершенно непрактичный. Все друг от другого тени мажутся. Сухой пигмент попадает в блески, в пудры. В общем, все это очень неудобно. Каждого вида продукта я все-таки предпочитаю отдельные какие-то коробочки. Либо продукты тогда не должны осыпаться. Итак, это мне придется выбросить, чему я очень-очень рада. Это значит, что мое видео заканчивается. Слава богу, потому что я уже очень остала от этих пустых коробок. Не нужно. В общем, я копила эти коробочки, чтобы показать вам, от чего-то предостеречь. Надеюсь, у меня это получилось. И что-то порекомендовать, чтобы вы приобрели действительно хорошие, качественные продукты. И так получается, что в основном у меня все самое любимое получилось с iHerb. Я была крайне очень этому удивлена. Хотя и ранее, и много мне дарили. Просто вот друзей, знакомых, какие-то подарки на день рождения, ученики. Как вы видите, дарят иногда что-то. Я обнаружила, что все-таки самое любимое, то, что я заново приобретаю с большим удовольствием, второй, третий, четвертый раз, все с iHerb. Поэтому, наверное, мне придется делать видео любимое за 2017 год. Не просто любимое, а сайт iHerb. Уж не обессудьте. А вас благодарю за внимание. Спасибо, что вы так долго были со мной. Уже была вторая часть о том, что съела моя кожа за декабрь. Да, многовато, согласна. Но уж такая моя кожа. Либо-то она покушать. Спасибо большое, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Жмите, пожалуйста, колокольчик вот здесь наверху. Тогда вам будет приходить оповещение о том, что вышло новое видео на моем канале. Я жду ваши отзывы. Всегда очень благодарна за них. И желаю вам удачи. Будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok